Когда вы зимой встаете рано утром или поздно, рано ночью встаете для того, чтобы умыться и идти на работу, и вы понимаете, что еще несколько часов вы проведете в темноте при искусственном освещении, это вызывает у вас, если не депрессию, то негативные отношения. Человек так устроен, что он ко всему привыкает. Я, например, ночью работаю, а днем сплю. И ничего привык, это идет много лет. Поэтому человеку свойственно приспособиться к тому зимнее время, которое будет удобно. Когда, например, сегодня, в апреле или в мае, вы просыпаетесь с половины седьмого утра и видите солнце яркое, стоящее за окном, вы говорите, что все в порядке, вы проснулись вместе с природой. Поэтому у меня вот именно отношение двоякое. Зимой мне это не нравятся, все эти переводы, а летом я прекрасно себя чувствую. Я прекрасно помню, как первый переход на зимнее время был совершен в 81-м году. Была развлекательная программа, вся я в Одессе жил, все. Слушайте, верните, пожалуйста, мне советский, 81-й год во времени. Мне лично все равно, потому что все равно у людей, которые там постоянно гастролируют, скажем, у них график сна отсутствует. Для начала зафиксируйтесь на советской линии хотя бы. Просто из уважения к советским предтечам, которые все-таки были неэффективными манагерами, а компетентными специалистами. Для людей, которые живут размеренной жизнью, которые каждый день ходят на работу и прочее, и прочее, конечно, зимнее время все-таки гуманнее. Нужно в конечном итоге, конечно, максимально перейти, попытаться поближе именно к тому естественному ходу смены ночи и дня, и тогда мы будем чувствовать себя предельно комфортно. Мне что зимнее время, что летнее, совершенно все равно.